Продолжение следует... Он говорит, господи, ну три буквы, посредине У. Я говорю, да вы шо? Да вы шо? Обставляете, вот такая блондинка из анекдота купила себе компьютер. Для нее же это атомный реактор. Это центр управления полетом. Долбанный ноутбук. Писюк позорный. Ну че, все включила, все нажала, че ты не работаешь? Ну я не помню, че надо делать, чтоб ты завелся. Сам вспомни. У тебя же память 500 гектаров. Жесткий диск, 100 квадратных литров. Мне все Серега объяснял, когда устанавливал. Хотя нет, литр же не может быть квадратный. Он же прямоугольный. Ну пакет же с молоком прямоугольный. Он Серега, гад, наврал, а я повелась. А потом еще бросил меня, жабюк пупырчатый. Ой, включился. Алло, Анжел. Слушай, он тут пишет, осторожно, угроза вируса. Ну че, морлевую повязку надеть или просто руки помыть? Ну так я опять не помню, че куда нажимало. Да ладно, главное работает. Идиот, еще раз так сделаешь, я тебя гаечным ключом разберу. Чтоб тебя сегодня такое написать. Сегодня идет целый день дождь. На улице 0 градусов. Насколько я помню из геометрии, это как раз температура, при которой кипит лед. И сегодня мне приснился классный сон, как будто бы Джонни Депп ехал мимо моего дома, и у него сломался москвич. А я вся такая в прозрачном пеньюаре, умею ремонтировать автомобили. Починила ему тормозную жидкость, надула колеса. А потом меня спросила, как тебя зовут? А я ничего не могла ответить, потому что опухли губы, потому что я же ему надула 4 колеса из запаски. Алло, Анжел. Слушай, я с этим компом вообще запарилась. Ну, слушай, если он слова подчеркивает, что делать, чтоб не подчеркивал? Ну, вот он Джонни Депп подчеркивает, предлагает депо и репа. Ну, что, ему самому в реп, что ли, дать? Ага, он весь такой, типа, грамотный, а я такая, типа, лохиня. А я не лохиня, я богиня. Вчера себе талию измеряла, знаешь, сколько? 54. Как у твоей сестры шея. Привет ей, кстати. Ну, вот, дорогой мой дневничок. Дорогой мой дневничок, Джонни Деппа я видала только во сне. А Серегу, который комп устанавливал, в гробу и белых тапочках. Видела я его вчера с новой дурой. Не знаю, что он мне нашел. Ножки такие тоненькие, кривые. Как будто их из тюбика кто-то выдавил. Мохнатые такие. Издалека видно, что с одной ногой она как-то справилась, а на другой у нее заклинило и пилят. Ну, вообще, нисколечко не ревнула. Дай им, бог, обоим счастья. А в пятницу я была на показе моды. Одежки так себе, зато вообще вся тусовка приехала. Ну, прям все-все. Киркоров, такой здоровый, прям такой крупный болгарский перец. Руки как у экскаватора, глаза как у поезда. Лена Воробей спутала его со входом, прошла у него между ног. У Наташи Королевой декольте было спереди, а у Бори Моисеева сзади. А Рината Литвинова приехала в такой прозрачной юбке на босу-попу. А Пугачева вышла из машины, распахнула шубу, и оттуда выпорхнул Галкин. Ну, потом, потом был банкет, мы с Наташкой просочились, ну, сунули кому-то 500 рублей, не помню, кому, кажется, шифрину. И что-то я там такое съела. Колбаску какую-то недоношенную. Короче, меня прям на скорую увезли в больницу. Куда, блин, в родильное отделение? Доктор такой странный чел. Говорит, суньте себе два пальца в рот. Я говорю, в какой стати? Когда он взял и сунул мне пять своих. Потом еще глотала шламка, назад он выходить не хотел. У меня за него четыре часа водили по коридору, пока он не вышел. А еще на прошлой неделе была в театре. Давали какую-то пьесу, не помню, как называется. Ой, в общем, там негр душил тетку за измену. И все время спрашивал, ты перед сном молилась, дрозофила? Ну, все, дорогой мой дневничок, не писал, что хотел, теперь пойду красить волосы в черный цвет. Потому что нас блондинок в институт не принимают. Считают, что у нас тип низкие интеллектуональные способности. А я все, все прекрасно помню. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетеров. Две параллельные прямые никогда не пересекутся, потому что частица одной прямой отталкивает от себя частица другой. А тело, погруженное в жидкость, всегда всплывает брюхом вверх. Вспомнила? Так, куда бы сохранить файл? Алло, Анжел? Блин, опять автоответчик включила. Коза драная. Небось, опять не этот анаболик пришел. Борец со штангой. Ну да, два сапога пара. У него лицо тазиком не прикроешь, и у нее ни кожи, ни рожи, одна лосинка на голове. Блин, это же я вот ответчик наговорила. Ну ладно, компьютер, куда бы сохранить файл? Куда предлагаешь? В корзину? В корзину, так в корзину. Там самая оптималенькая температура. До встречи, дорогой мой дневничок. КОНЕЦ